Педагогика – это сфера, которая требует от людей, которые ей занимаются, постоянного поиска подходов к преподаванию, внедрения новых методик. Ведь каждое новое поколение, приходящее в школу, смотрит на мир уже не так, как его предшественники. Меняются понятия, восприятие, уровень знаний и потребностей детей. На протяжении многих лет в Славянском районе проходит конференция для учителей. На ней они представляют на сут коллег свои внедренные или предполагаемые к внедрению проекты работы с детьми в школах и детских садах. Как вырастить из сегодняшних школьников будущих педагогов? Как привить любовь к труду на земле и любовь к чтению? Над этими и многими другими вопросами задумываются педагоги Славянского района. Их мысли и идеи становятся платформой для инновационных проектов, которые они и представляют на педконференции. Школы проекты реализуют, школы проекты задумывают, много всевозможных проблем в школах существует. Новые какие-нибудь технологии позволяют по-новому взглянуть на проблему и успешно ее решить. Соответственно, школы представляют такие проекты, разрабатывают программы. И в течение года, двух, трех, у некоторых многолетние это проекты, они реализуются. Итоги предшествующих конференций не просто пылятся на полках методических пособий. Самые удачные из них нашли свою реализацию. У нас благодаря вот таким инновационным программам работает агрошкола во всем районе на сегодняшний день. Уроки здоровья уже реализуются третий год. Ну и направлений очень много, которые действительно помогают организовать работу в школе. Аграрное воспитание – это одно из наиболее перспективных направлений работы для сельских школ. Проект предпрофильного аграрного образования на конференцию подготовила педагог 14-й школы хутора Прикубанского Светлана Виловская. Это не только метод, это будет. Это, конечно, уроки технологии, это занятия внеурочной деятельности, занятия кружковой деятельностью, исследовательская проектная деятельность. Дети в этом году, вот 9 класс, выступили инициатором экологии именно берега реки Кубань, потому что там действительно очень в плачевном состоянии экологии, сняли ролик. Этот ролик выложен даже на Ютьюбе, они принимали участие в конкурсе. То есть дети активно введут позицию, то есть они понимают, что это нужно. Поэтому в таком отрусле мы и будем, не только это уроки технологии. На этот раз в конференции участвовало 22 учителя из школ города и района. Народная поговорка «Две головы лучше, чем одна» очень точно характеризует мероприятие. Представив свои проекты, педагоги получают ценные замечания и дополнения к ним. Конференция практически лишена конкурсной гонки. 100% проектов остаются в работе школ, представивших их. А вот самым интересным выпадает честь быть реализованными и в других образовательных учреждениях. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Карина Немчев, Георгий Калинин, программа «События». То есть в og rests ChuYUN камерогика, zieئте с podría ser excuses компании,